Некоторым оторвали руки-ноги снаряды. Я сама ношу до сих пор последствия этой войны. И это есть война с Россией. Если кто-то мне скажет, что война родится в головах только, кто-то там сказал, что я не знаю, в каких головах она может родиться. Потому что в Украине в головах этих людей не было никакой войны. Потому что я знаю этих людей еще с Евро-2012. После двух лет, как я возвратилась туда, и вижу этих людей, воюющих на востоке своей страны, вижу похороны моих знакомых и друзей, которых расстреляли. И также, когда кто-то говорит, что нету никакой угрозы. Раньше украинцы называли россиян братским народом. Считалось, что это большой брат, а Украина там младшая, там сестра и тому подобное. И они были больше антиамериканские через пропаганду российскую. И больше считалась угроза с другой стороны, с запада. И считали, если что, то Россия им поможет. А теперь они остались заатакованы со стороны России. И в этом моменте люди, которые никогда не были в добровольских батальонах, не были никогда в бойскаутстве, были менеджерами, инженерами, дизайнерами. Просто перечисляли профессии людей, которых я знал. И остались заатакованы через Россию. Взяли в руки оружие и воевали. Не потому, что они являются не пацифистами. Многие из них являются именно пацифистами. Они не атакуют. Они обороняются. И это именно тот момент, когда те люди, которые хотели окончить учебные заведения, они идут на фронт. Потому что они хотят жить. И хотят, чтобы их семьи, семьи близких тоже жили. Это тот момент, когда именно те молодые люди, которые хотели бы закончить студию, хотели бы учить себя, они идут на фронт, потому что хотят жить. Хотят, чтобы их родины тоже жили. В Донбассе, когда падают, правда, ракеты, на Донбасс, которые украинские, на Донбассе падают ракеты тоже с украинской стороны. Тут, как по правде, война родится тоже в голову. Тут ПП Балаган, перерыв на информационные новости. Так что, если пан говорит, что война рождается только в головах там у кого-то, то в 1939 году то тоже война у поляков в головах родилась. Когда на нее напали фашистские немцы. И что должны были делать поляки, кроме как обороняться? И та война не рождалась в головах. И на многих других войнах та война не рождалась в головах. Никто не ожидал этой войны. От 1933 года, когда фашисты приняли власть от немцев, и была там такая милитаризация. Продолжение следует... Продолжение следует...